Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием His War of Mine. Так, сегодня у нас пойдет добывать золота, у нее тоже 12 золотов. Кристо будет спать дома, потому что он ранен. И надеюсь, его тяжелое ранение пройдет и станет просто ранен, статус. Так, золота у нас сегодня пойдет. У нас стройплощадка опасна, гостиница. А давайте реально в гостиницу сходим. Может быть здесь я найду стройматериал? Ну да, здесь должны быть стройматериалы, особенно компоненты. Не понял. Я же в гостиницу пришел, почему я с этой стороны? Вот с этой стороны это значит плохой знак, потому что значит там не торговцы, а кто-то другой живет. И скорее всего меня прогонят. Ну там просто написано требуется осторожность. Это не означает то, что меня должны атаковать. Это значит то, что я могу что-то украсть. И тогда только меня начнут атаковать. Вы хотите знать, как обмануть смерть? Я вырыл могилу для себя. Я имею в виду для старого себя. Он похоронен глубоко в земле, рядом с так называемой гостиницей. Эта священная земля очищает тебя и дает тебе новую жизнь. Ту, которую не видит высший судья. Не увидит высший судья. Тут, кстати, значит занач какая-то есть. Только с той стороны. Хорошо, я понял. Закрыто. Дверь заперта, ладно. Придется разбирать завал. А я лопату не взял. А я лопату вообще в другом месте оставил. Очень плохо. Надеюсь, здесь и никакого маньяка с ружьем нет. Так, ну она, кстати, в принципе не так уж и долго копает. Но сорвана. Намного лучше было бы, если бы я копал лопатой. Но лопату я оставил в другом месте. Лопату я в церкви оставил. Так. Давай сразу пошли сюда. А наверх она сможет залезть? Нет, не знаю. Надо проверить. Кто-то ходит. Ага. А хотя нет, да... Сюда сможешь залезть? Нет, не сможет. Так, тут у нас кто-то ходит. Ага, заперто. Очень плохо. Придется завал разгребать. Еще один. Ну вот, я разобрал зал. Так, давай, поаккуратнее иди. Ай, тоже закрыто. Зашибись. Ну и это... А, эта дверь открыта, да. Конечно. Ладно, побежали к выходу. Придется монтировку брать. И идти сюда снова. Ничего ценного не принес. И нам надо еще бинты добыть. Блин, а что я эту плюту надо было в церковь идти? Там еще можно обменять настрой материала как раз-таки. Блин. А, ну компонентов может и не оказаться у священника. Ну, давайте, что там у нас. Крист и текает кровью. Кажется, он не выживет. Очень голоден, смертельно ранен. А-а-а. Так я же мой эти бинты применил. Он по-прежнему истекает кровью, да? Только вот... Придет торговец только завтра. И менее... Так. У меня нет ничего, чтобы можно было купить бинты. Бинты очень дорогие. Ммм. Так, очень голодна, смертельно ранен и очень голоден. А вот это все это из-за той обезьяны с ружьем. Которая вообще без спроса во всех подряд сошмаляет. Надеюсь, когда-нибудь военные туда придут и застрелят ее, потому что она начнет в них стрелять. Так, нет-нет. Приходи в себя. Хотя знаешь что? Очень голодна ты, да? Торговец пришел, отлично. Так, ну для начала, знаешь, что я сделаю? Посмотрю, чего мне не хватает. Мне не хватает компонентов, 7 штук. Придется продать лекарства взамен бинтов. Иначе крестом помрет. Бинты. А компоненты-то нет. У меня 7 штук не хватает. Начинаю запасаться сразу дровами. На будущее. Так, ну договорились. Все. Свободен. Ну ладно, ладно, поговори со своей дочерью. Она от тебя так и не отстанет. Игрушку теперь надо найти еще, чтобы скрафтить ей коробку с игрушками. Устала, очень голодна, слегка больна. Так, давай хотя бы поешь. Иди, дверь улучшай. Так, вы тут пока говорите. Злата, у злата депрессия. Ой, у искры, точнее. Депрессия по-прежнему. Я бы съела бургер. Нам все... Так, нам всем нужно пойти в кафе. Почему мы туда не идем? Ты что у нас? Ты у нас тоже очень голодна. Понятно, пора всем есть. Так, вот обязательно, как поговоришь, свари нам еду. Или, может быть... Хотя нет, нам злата сварит еды. Нет, она не сварит. Потому что у нас... Нет воды. Эх, ужас. Мы так не выживем, походу. Так, иди бинтами перевяжись. Так, иди бинтами перевяжись. Так, нам надо добыть воды теперь. Ну ладно, завершаем день. О, так, порт. Много еды. Немного еды. Так, много материалов. Много лекарств. Огромное количество оружия. Огромное количество запчастей. Требуется осторожность. Так, давайте сначала мы, наверное, сходим в церковь. Только там нам... Только там нам требуется ножовка по металлу, а я ее не нашел. Так, а у тебя, мужик, есть вода? Да, у тебя вода есть. Значит, сходим... И что-нибудь... Купим. Так, давай завал разгребать. Нам надо сейчас верстак улучшить. А еще неплохо было бы найти что-нибудь, на что можно поменять воду. Так, а тут у нас что-нибудь есть? Стройматериалы. Ну, хорошо, у нас в церкви есть тройматериалы. Сейф. Ну, не сейф, а шкафчик какой-то. Так, его обыскать нужно. Потому что может быть что-нибудь ценное. Кофе, шестеренки. Ладно. Ну, и пока лопату здесь оставим. Мы возьмем кофе, табак. А, табак нет. Пока сложу все сюда. Потому что мне сейчас надо найти что-нибудь на обмен. Так, лопату зря я, конечно, оставил здесь. Лопату надо забрать с собой. Так. Потому что, может быть, в этом шкафу есть какие-нибудь вещи, которые я поменяю у священника на воду. Неплохо было бы сейчас хотя бы двойную порцию сварить. Злату и... Ой, то есть этот, как его... Искру и Кристо покормить. Так, тут... Вот тут я не помню, было что-нибудь на обмен или нет. Так, быстрее ищи все. Искру ищи все. Сейчас попробую это все поменять на воду. А где? А вот торговец. 7 единиц воды. Мне хотя бы 6 надо купить. Очень щедро с моей стороны. Наверное, я у тебя вообще не смогу это купить. Могу? Отлично. Только нам не овощи нужны. Нам нужно мясо. Овощи у нас есть. Отлично. Мы договоримся. А что еще есть? Понятно. А если доску? Хорошо. Прямо впритык, но договорились. Все, можно собирать все вещи и возвращаться домой. Так, а лопату? Ну ладно, лопату с собой надо взять. Лопата нам может в другом месте прекратиться. Так, а где я? Вот здесь же оставил вроде все хлам. Нет, не здесь. Вот здесь я весь хлам оставил. Так, игрушку тоже по-любому надо сделать. Ой, то есть взять. Так, доски тоже надо взять. Хоть чуть-чуть. Так, а наверху я случайно не находил электронику и шестеренки. Я уже не помню. Находил. Так вот, шестеренок у меня максимум. Так, тут же у нас выход есть? Да, выход есть. Так, и день девятый у нас. Так, надеюсь, нас напали. Недержание. Искра прошлой ночью так описывалась в кровати, хотя она никогда раньше этого не делала. Крис, ты получил несколько серьезных ран. Ситуация очень серьезная. Ой, блин. Ну вот что ты там сделал? Как ты мог получить несколько серьезных ран? Тяжело ранен. Ты, походу, помрешь у меня. Дурак. Все, Крис-то помрет. Потому что он сидел дома и получил несколько серьезных ран. Да ты мастер. Ты мастер неудачи. С качели шоль упал? Иди поешь. И вон, и скрапуская поесть. Мои друзья очень голодны. Найти еду для них самое важное теперь. Самое важное теперь найти для тебя бинты. Снова. Потому что ты каким-то образом умудрился пораниться. Если ты голоден, то почему не закажешь еды? Я знаю, что телефоны не работают. Но ты мог бы пойти и заказать еды на вынос. Так, очень голодна. И больше не голодна. Хорошо. Так. Печаленная. Сильно устала. Ладно. Крис-то у нас ранен. Он, скорее всего, не выживет. Я не хочу здесь оставаться, папочка. Мы можем идти далеко-влеко. Да, давай вот. Пускай она спустится пока что. Ладно, разговаривайте. Вечно отвлекает меня. Нужен еще один персонаж. Это как Катя в прошлом прохождении вечно ранение получала. Ну все, я не могу бинты теперь купить. Так, давай вот сюда поставим. Подожди, а... Ничего себе. Так она еще умеет крафтить предметы. Надо игрушек больше искать. Я понял. Скакалка и мяч. Так, ладно, 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 ладно. Давай быстрей. Крафт. Так, Злата, ты у нас кровать можешь скрафтить? Как раз таки на кровать только и осталось. Так, куда пошла? Ну-ка, иди радио послушай, хоть какая-то польза от тебя будет. Так, в Асаж-зонном по горе не наблюдается растущий дефицит кофе, и ожидается рост цен на кофе. Как будто мало войны. В Погорне резко вырос неприступность. Только этого не хватало. Кристо у нас каждый раз получает ранение, они хотят просто дома сидеть. Так тут еще и преступность возросла, теперь будут нас атаковать. А в ближайшие дни ожидать все планы. Так, Так, иди поиграй, короче. Кристо пойдет спать. Так, Искра тоже, наверное. Ой, то есть Золота тоже будет спать. Короче, сегодня ночью вы все спите. Надеюсь, ты не помрешь. У меня бинтов для тебя нет. Тяжело, рано. или хотя пойти, наверное, поискать бинты. Блин, я уж не знаю, что лучше сделать. Бинты, наверное, лучше поискать, сходить. Золота у нас просто устала. Огромный, немного. Старый город, немного запчастей, огромное количество материалов, много лекарств, огромное количество оружия, огромное количество запчастей. Ну, скорее всего, там просто люди живут. Требуется осторожность в порту. Опасность. Тоже опасность. Ну, давайте на стройплощадку сходим. много еды, огромное количество материалов, много лекарств, огромное количество оружия, огромное количество запчастей, опасность. Давай посмотрим, может быть, повезет, и я бинты найду. Так, что тут у нас? Ладно, хорошо, меня это устраивает. Так, подожди, а куда еще можно было сходить? Гостиница. Много лекарств, но, скорее всего, ладно. На стройплощадку идем. Буду очень сильно рисковать, конечно, но, надеюсь, мне повезет, и я найду бинты. пока только доски. Опа, там кто-то что-то стреляет. Не понял, а почему ты... а почему ты не можешь вниз спуститься, а? Скорее всего, на вторую ночь можно будет спуститься сюда, вниз. Нет, здесь у нас бинтов нет, к сожалению. Там у нас снайпер, скорее всего, сидит. дедушка, там у нас нет. А, детский рисунок, люди в лодке. Так, подпись с большими буквами, Мика, едем с папой к дедушке, переезжай, поиграем. Блин, очень жаль то, что здесь нету ничего ценного. И даже ничего не могу взять с собой, чтобы как-нибудь поменять их на бинты у кого-нибудь. Может, торговец пришел бы. там кто-то вон сидит. Так громко, так ранен. Тут снайпера, походу, просто стыкают. А-а-а, а я на ту сторону никак не доберусь. А тут в меня снайпера начнут стрелять. Тут никак не перейти. Тут тоже. А тут можно, но тут пол разрушен. так, вот сюда тоже никак не подняться. А если даже можно, то, скорее всего, местный пера увидит. давай быстрее копай, копай быстрее, быстрее, быстрее. Так, ополченец на блокпосту. Ну, они тут развлекаются, короче. Так, мои уши. блин, хоть бы как-нибудь добраться можно было бы дотутывая. Нет же. Ну-ка, ты здесь залезть сможешь? Нет. Если я сейчас пойду сюда, они меня, скорее всего, заметят. Так, вот, да, я вижу, я буду подниматься наверх, они меня увидят и убьют. так, что побежали к выходу. Надеюсь, Кристо не помрет. Пока что. А это всего десятый день, а мне надо таких еще 35 дней прожить. Нет, я, скорее всего, не выживу. Скорее всего, Кристо помрет. Кристо истекает кровью. Кажется, он не выживет. Ну, ладно. Так, хорошо. Так, что у нас вам, Злата? В депрессии. Ну-ка, поговори-ка с ней. Вот, Кристо. Непонятно, каким образом ранение получает. Не понял, что ты не хочешь с ней разговаривать? Что это было сейчас? Так, опечален. Опечален. Так, я тяжело ранен. Не думаю, что я выживу, если мои друзья не достанут бинтов. Мы должны, так, мы должны каждого из нас обеспечить едой. Ты у нас голоден, да? Ты у нас просто голоден. Это хорошо, так ты у нас просто голодна. Это тоже хорошо. Сегодня я слышал, как у Злата громко мурчала в животе. Я думаю, что ей нужно что-нибудь съесть. Очень голодна. А воды у нас нету. Это все из-за того, что вот Кристо без руки, я не знаю, каким образом он умудрился получить ранение. Вам нужна помощь, зашибись. У нас нет лекарств. Последние продали. Сраду тебе помогли, но лекарств нет. А знаешь что, пускай вот искра откроет. отказать тоже будут плохой идеей. Я знаю, что надо сделать. День призапустить. Ну, а в принципе я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.